Первое в осенней сессии законодательное собрание и на повестке дня широкий спектр вопросов. От назначения судей до бесплатной юридической помощи. Парламентарии утвердили поправки в бюджет региона и взялись за увеличение зарплат бюджетникам. За счет того, что увеличилась несколько доходная часть бюджета, и поэтому стало возможным решать какие-то социальные проблемы. Мы должны довести до средней по экономике уровень зарплаты педагогов. Это очень большие деньги, не одна сотня миллионов рублей. Мы должны довести до уровня средней по основной школе зарплату в детских дошкольных учреждениях. Это очень значительные суммы, и зарплата связана с дополнительным образованием. В первом чтении законотворцы также приняли документ, согласно которому ТОСы, приравненные ранее к некоммерческим организациям, смогут претендовать на получение государственной поддержки. ТОСы нуждаются, конечно, безусловно, в поддержке, так как это все еще в зародышном стадии находится, еще люди пока находятся в правовом вакууме, но в данной ситуации это помогает хоть как-то какие-то вопросы решить. Не обошли вниманием и пенсионеров. Изменили величину прожиточного минимума. В 2013 году он составит 6078 рублей. Документ был разработан для определения социальной доплаты к пенсии. Она полагается пенсионерам в том случае, если общая сумма их материального обеспечения ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Прожиточный минимум пенсионера в нашем регионе было 5 тысяч, сейчас она на тысячу увеличена. Это коснется 20 тысяч получателей социальной пенсии, будут они пересматриваться. Но я хочу сказать, что потребительская корзина, которая, собственно говоря, является основанием для расчета прожиточного минимума, она на федеральном уровне будет меняться. И нам еще придется тут много работать, носить изменения. Также депутаты предложили расширить категорию лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. К ним отнесли таких социально слабо защищенных граждан, как многодетные родители, а также люди, освобожденные из мест заключения. Впрочем, бесплатную помощь юриста они смогут получать не по всем вопросам, а лишь по некоторым. В частности, по вопросам, связанным с защитой прав и интересов детей, а также по вопросам трудоустройства. Документ еще будет дорабатываться. Пока он принят, только в первом чтении.